Часто мы видим на малине, на стволах, на стеблях ближе к земле, вот такие полосы развода. Трескается кора. А трескается она не из-за того, что солнечные ожоги. Трескается она из-за болезней. Вот чтобы такого безобразия не было, есть один из кардинальных путей решения этой проблемы. Это выращивание малины в двухгодичной форме. То есть, когда мы выращиваем отдельно одногодичные ветки и плодоносящие ветки. В Бердске в этом году мы встретились с очень интересным человеком, агрономом с большой буквы, который рассказал, каким образом выращивать малину на приусадебном участке и при этом не знать хлопот. Малина это моя профессия, это моя, можно сказать, жизнь. Вот я занимаюсь ее всю жизнь малиной. Очень трудно пригибать, все ручной труд. Пригибать на зиму трудно. Оставлять просто так, малина она не выдержит, она вымерзает. Вот, однолетние побеги, они вымерзают. Пришла, как говорится, идея разделить молодые побеги и плодоносящие. Вот и родилась эта технология раздельного выращивания молодых плодоносящих побегов. Убираем молодые побеги. Четыре раза вот вырезаем. Четыре раза. Значит, каждую неделю практически до начала созревания. Все, остановились. И она... Мы исключаем антагонизм. Только, как говорится, борьба за существование. Плодоносящие побеги и молодые. Мы молодые убрали. Корневая система работает только на плодоношении. Получается два урожая. Два урожая получается. Мощные побеги, плодовые веточки. Они... Ягода крупнее. Она слаще, выполненнее, красивее и так далее. Ничего не мешает сбору. Ну, в общем, идеальные условия для плодоношения. Потом осенью взяли все, скосили, механизировано. Скосили. На следующий год растут только молодые побеги. За счет того, что мы в прошлом году получили два урожая, мы компенсируем не урожай этого следующего года. Вот она, раздельная технология. Но появилась возможность... На малине есть два вредителя, или, как говорится, один вредитель, это малина побеговая галица, и пурпура пятнисость. Так вот, в год плодоношения, ну, как обрабатывать? Мы потом все это будем кушать, есть будем. И так мы на привозных этих фруктах, ягодах, вот так наедаемся этой химией. Вот. Поэтому в год подготовки мы делаем необходимые мероприятия, химические препараты, опрыскиваем, как говорится, против вредителя болезни. А вредитель это малина побеговая галица, а болезнь пурпура пятнисость. Вот еще, вот это большое преимущество, большое преимущество этой технологии. Ну вот, собирать вот ее, ну вот вы знаете, на самом деле одно удовольствие. Где-то раз пять быстрее собирать, чем вот копаться в молодых побегах, понимаете? Она вот сама в руки просится. Это вот сверху донизу. Но если вы не готовы выращивать малину в двулетней культуре, то для вас есть препараты, которыми можно обезопасить малину от дальнейшего распространения болезни. Это витаплан плюс форсаж. Это биопрепарат, которым можно пользоваться на всех стадиях развития растения. Сейчас, пока листья еще висят, но урожай мы уже собрали, это либо прогноз, либо протон. Этими препаратами можно обрабатывать тогда, когда есть листья, обратите внимание. А что еще можно сделать с малиной, чтобы она не болела? Смотрите дальше наш сюжет.